Сегодня кто рядом со мной сидит больше года спустя, это у нас Павел Китаев, а это Сергей Китаев. Это герои нашего фильма, нашего ролика «Рак излечим 22». Вот сегодня они приехали, чтобы вновь встретиться со мной, показать, что они до сих пор живы и будут жить еще долго и счастливо. Что было у Сергея? У него был вначале инфаркт, потом инсульт, потом обнаружили рак головки поджелудочной железы с метастазами в надпочечнике. Вот через 9 месяцев борьбы человек начал двигаться там без костылей, без всякой реабилитации со стороны медиков. То есть занимался упражнениями сам, то есть капали суду, капали очистительные, все. Прошел год вот с тех пор, как мы встретились. Как видите, мой брат продолжает жить полноценной жизнью, занимается спортом. Ну то есть разрабатывает все равно, и суть, конечно, дает себе знать, но то есть все равно разрабатывает, рука сжимается. Ну что же, все. Ну как, писать уже можешь? Нет, пока я не пробую. А, не пробую, но плохо. Надо книгу уже садиться, начинать кинуть. Ну, иногда иногда. Охота, так сядь и напиши, если хочется, что с тебе будет. Есть хоккей, хоккей берешь, стараешь. Потом посидим, а, не буду. Не буду. На улице, проводиться хорошо. А потом домой уже все. Ну и все. На улице пошел, да. И все. Ну вот, так что, так что, мало того, что, я говорю, рак лечится, а рак и там сердечно-сосудистые заболевания, это звенья одной цепи, это кислая кровь. Ребята, ощелачивайте кровь, ощелачивайте кровь, и будет нормально, то есть и сердечно-сосудистые отступят от заболевания, то есть, что там, давление восстанавливается. Ну, то есть, опыт мой показывает о том, что и давление восстанавливается, там, много чего, какие чудеса творит сода. То есть, многие болезни уходят хронически, на которых поставили крест врачи, а на больных, они начинают выздоравливать. То есть, пейте соду, ощелачивайте организм, питайтесь нормально, правильной пищей, то есть, живой растительной пищей, поверьте, хуже от этого не будет. Многие интересуются, спрашивают, там, вот как, что, как лечились и все. А потом, когда начинается вопрос о диете, уже начинают сомневаться. Перейти там на здоровое питание не каждый может и не хочет, во-первых. Потом начинают спрашивать, ну, что это сода дает? Я говорю, так это не просто же ты ее соду пьешь, а надо же комплекс лечения. Там сода, витамины, питание здоровое. Все это работает, вот, живой пример. Да, вот, живой пример, кстати, ну, это тем, кому сказали, что они там не выживут. Ну, я-то еще ладно двигался. А Сергея-то с больницы выписывали, это вообще лежачего, зеленого и лежачего там, и как бы обездвиженного, и все. Пожалуйста, результат вы видите. Главное, чтобы было желание и стремление жить. Если человек хочет жить, а ты хочешь жить? Ну, почему нет? Да, почему нет? Если человек хочет жить, то венецина, в беззрение, бессильно вообще, перед желанием тут оно бессильно.